Как видите, вручение автомобилей олимпийцам событие грандиозное. Всё происходит на Красной площади, она отцеплена практически по всему периметру. Сейчас спортсмены находятся в том белом шатре. А вот, собственно, автомобили. Их здесь более 30. Номерных знаков пока нет. Вместо них написано «Сборная России». Ну а олимпийские болельщики собираются вон там за забором. Завоз наградных автомобилей идёт в авральном режиме. Время поджимает. Уборщицы едва успевают натирать машины до блеска. Стражи порядка везде охраняют покой и праздничный настрой спортсменов. До начала церемонии снимать ценные подарки запрещено. Сейчас можно отсюда снимать? Отсюда нельзя. Поснимайте там несколько секунд, потом вас заберём и лезут. Обладатели золота в фигурном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков прибывают на торжество прямо с чемоданом. Макс даже не успевает переодеться в олимпийскую форму. Мы в самолёте летели, мы в 5 утра пролетели, и в 7 вечера мы уже опять отсюда улетаем. Виктор Ан тем временем внимательно изучал устройство авто, а потом кому-то усердно дозванивался. А Евгений Плющенко первым делом прогулялся по автопарку, а затем лично встречал гостей у входа. Чемпион шортреки Семён Элистратов до сих пор не верит своему счастью. Обещает прокатить на машине маму, но только после отпуска всё ещё падает от усталости. Столько тренировок, столько пота, слёз, крови. Хоть выспался? Нет, у нас ещё не получилось. На церемонию прибыли больше полусотни СМИ. Всем не терпелось увидеть, кому и что дадут. В итоге обладателям золота вручили машину за 5 миллионов рублей, серебряным медалистам за 3,5 миллиона, бронзовым за 2. Скелетонистка Елена Никитина волнуется, это её первая машина. Ты водить умеешь? Нет, сейчас только учусь, поэтому взяла с собой тренера. На выезде с площади спортсмена встречали толпу фанатов, просили фото на памяти и автографы. Многие признавались о таком триумфе олимпийской сборной, даже мечтать не могли. Мы вообще не верили, вообще. Особенно после хоккеистов сильно сомневалась. Как стало известно, сейчас большинство спортсменов, кто-то сразу на своих машинах, кто-то на специальных рейсовых автобусах, направляется на праздничный банкет, где не смогут наконец-то расслабиться. Официально отпуск у спортсменов примерно месяц, а потом сразу в бой. Паш Мавридий, Дима Гнатьюк. Специально для новостей пятницы с Красной площади.